I have ways of blowing things up. Огромнейшее тебе спасибо. Мы с тобой общаемся через комменты, через то-то-сё-то. Я очень редко сейчас могу отвечать на комменты, поэтому заранее просто огромное тебе благодарность за то, что всё расписываешь, всё поясняешь. И давай так, то, что ты говоришь, что я что-то не хочу понимать или не хочу запоминать, чел, это немножечко не так работает. У меня проходит время, и то, что мне писали к первой серии, я сейчас напрочь не помню. Давай так, то, что я спрашиваю в серии, вы мне на это отвечаете, ты мне на это тоже отвечаешь, дофигища пишешь, огромнейшее тебе за это спасибо. Я стараюсь запоминать, что могу, но иногда бывает такое, что я не могу перед серией почитать комменты, я тогда черпаю из своей памяти то, что я помню, да, некоторые вещи я могу не запоминать. Это утро у меня сейчас прошло замечательно, я походил, пособирал головы, которые только мог собрать. Также я хочу сейчас, ну, вы говорите сюда их сдавать, давайте сюда я их сдам. Так, вот, видимо, вот это приношение, да, 18 голов, 17 из которых, да, так вот, а, у меня же есть одна голова участницы, ту, которую я могу продать PocketCat, она не будет участвовать в этом ритуале, я так понимаю. Non-Constant, давай вот эти, наверное. 7000 Non-Constant Heads, давай, да, 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 незначительные, потому что ту голову я приберегу для PocketCat. Вот так вот сделаем, ух ты. Так, невыносимое существование, мучение, агония. Мы играем в секретные песни, которые отдаются эхом внутри, а звук их, как лезвие по плоти. Можешь ее слышать? Да, ты можешь слышать мой голос. Ты, тот, кто пришел с жертвоприношением, с подношением, ты получишь, а, проси и получишь 17 душевных камушков. О, исследователь дальнейших регионов, прощай. О, окей. Как видите, голов я реально насобирал. На самом деле, я вспомнил, ну, не то, что вспомнил, так понял, что важны головы участников, но, вот видите, напрочь у меня отбило то, что важны обычные головы, их всех нужно отпиливать, ходить. Фиг ли ты там слабеешь? Давай-ка мы похаваем что-нибудь. Гуляш. Ну, давай гуляшаны вернем, я знаю. Я хочу еще кое-что сделать. Так, кстати, насчет бабайки из гроба тоже, спасибо, что подсказали. Я теперь боюсь ко всем гробам подходить. У меня теперь новая фобия, идите нафиг. Я теперь под... Они выглядят теперь крайне опасно, я замечаю, что возле гробов у меня всегда узкое пространство. Идите к чему. А, вон еще, точно, тут еще две башки я забыл, но их потом отнесу, я все равно еще не ухожу из этого района, давайте их тоже отберем. Короче, я что... Пила сломалась, но у меня есть еще одна. Мы не сдаемся. Что, блин? О! У меня есть еще одна пила, нормально. Так-так-так, отпиливаем. Мне немножечко напрягает то, что я до сих пор не сохранялся. Мне быстренько к Покеткету надо попасть. Ну, короче, ладно, давайте до Покеткета. Я сейчас... Заберу вторую голову вот от этого, а потом посмотрим. Тут случилось кое-что непредвиденное. Я случайно... Нажал не ту овцы в диалоге. И мне еще пришлось... Убить лейтенанта. У меня, кстати, у Аббелы кровотечения. Надо и тряпочку намотать одну. Мне пришлось еще и бутылочку на нее одну потратить. Ну, как бы, ладно. Тут ничего не поделаешь. Зато я получу теперь две головы. Я могу у Покеткета теперь... Три шиллинга. Комбат чекет. Отлично. Давайте я их отрежу, если у меня получится сейчас обе головы срезать. Было бы круто, чтобы пила не сломалась. В общем, вы видите, теперь получилось по-другому немножечко, чем в прошлый раз. Армейская униформа. Люгер и пули. Отлично. Спиливаем репу ему. Блин, у меня теперь получается три. Специальная колясочка. Foldable wheelchair. Схожу обратно, ребят. Давайте встретимся потом. Вот эта подстава. Я когда шел здесь, она была без коляски. Но сейчас, когда я пришел с коляской, она уже тоже с коляской. Так. Я вижу, у тебя уже есть кресло. О, да. Я думаю, что я об этом никогда с тобой не говорила. Я без него абсолютно бесполезна. Мои ноги не функционируют. Ну, вернее, неправильно функционируют. Но и мне не так уж и нравится эта тема. Но и нам не нужно об этом говорить. Сейчас, когда я на колесах, я в порядке. Тут у нас кое-кто на шприцине на колесах. Так. Что? Хочешь спать с нами? Да, конечно. Сейчас, когда я могу спокойно передвигаться, было бы неплохо посмотреть, что творится вокруг. Окей. У нас все-таки появился. Я хотел себе ее забрать. Я думал, что я принесу ей сейчас коляску. И, типа, она будет с нами. Но получилось, что как-то... Или все-таки я не пойму, как это работает. Нож. Ну, погодите. Foldable wheelchair. Remove. Неплохо. Knife. Knife мы заменим на officer sword. Потому что... Потому что потому, знаете. Так. Насчет броньки. Да. Я видел, вы мне понаписали неплохо. Давайте я и... Есть... Jump suit. Есть combat jacket. Давайте combat jacket. Я не знаю, уйдет она от нас, не уйдет. Я могу сказать такую штуку. У меня сейчас очень чешутся руки сохраниться. Потому что я до черта этих голов всего. Но я, наверное, еще схожу сейчас к Pocket Cat. Чтобы уже получить алхимелию. Мне там вроде не хватает первый и третий. Ну, постараюсь максимально сделать за этот сейв, что смогу. Вот. Мне хочется научиться делать уже травки. У меня там вроде есть зеленый, синий и красный. Потом хочется из бутылочек что-то делать. У меня там еще, по-моему, 11 шиллингов осталось. Я, кстати, абсолютно случайно купил у него один раз спички. Потратил 3 шиллинга. Печаль-беда. Ну, хорошо. Уж что делать? У нас опять четверо. Меня это, в принципе, радует. Потому что с гуляшом, конечно, весело. Но он никакой. С другой стороны, он как впитыватель дэмэджа. Он работает хорошо. Так. Я сдал квест. Получил за этих двух ребят. Так что головы, которые я сдал, можете не переживать. Они в нужном месте. Я получил за квест, за две головы сданных. Потом вот эти головы. Получается, где-то у меня, может быть, внутри еще. Тут чьи-то головы валяются. Но пока что мне норм. Так. Там сортир. Туалет типа сортир. Еще две головы я спилил. Свинюшки трогать не буду. Там две головы я спилил. Ну, поехали наверх. Если меня сейчас что-то убьет, я не знаю. Я просто комп разобью к черту. Потому что очень напряжно собака. Очень напряжно сейчас. Вот эти бобби будут ходить. Так, сюда нам не надо. Тут мы нашли Леви. А, мне, кстати, ребят. Очень понравился коммент насчет Леви. Типа, а, ну его можно вылечить. Там, его для этого всего лишь нужно сначала убить, а потом воскресить. Мне нравится. Вы приходите такой к доктору и говорите, слушайте, у меня тут что-то болит. Он говорит, да не, не, все нормально. Мы тебя сейчас сначала убьем, потом воскресим. И ты вылечишься. Ну, мне придется на него наехать, кстати. Так. А, так. Я вот единственное, что еще не знаю, меняется ли у него порядок рук. Ну, грубо говоря. Отбиваем. Отбиваем. Та тварь, чтоб ты, блин. Так, руки мы поотбивали. Ревнуться. И все быстренько лупим в корпус, сколько сможем. Может быть, мы его сможем затоптать сейчас по-быренькому. Пока он мне здоровье еще не подпортил. Я смотрю за Репой, она вроде дергается. Есть! Ушатали. Он меня, правда, ударил один раз, скотина, но... Бейт им ап. Ай, хорошо. Полый. Обыскать. Blue Wild. Ой-ой-ой, как хорошо-то вышло. Отпилим ему Репу. Отпиливаем вообще сейчас у всех. Я не знаю, теперь у меня появилось такое волнение насчет... Ой, 4 шиллинга, отлично. 10 шиллингов. Это еще одна хилочка. Появилось волнение насчет того, хватит у меня пил или нет. Blue Herb. Ой, вообще спасибо, паприка. Идем пообщаемся с Pocket Cat'ом и потом уже вернемся. Ну что ж, ребят. Сходил я к Pocket Cat'у, по пути еще сдал 2 головы, 3 головы. Мне опять не хватает одной для того, чтобы скрафтить. Ну, короче, ладно, забрал алхимелию. Фишка в том, что только алхимелии стоят по одной голове. Все остальное стоит там по 2, по 3. Кстати, рецепты стоят, по-моему, по 2 головы. Нужно будет кого-то из наших, если еще увидим. Из наших, вы понимаете, в кавычках, да? Я сейчас еще раз потрачу одно сохранение, но я теперь могу... Вот, минус 2. Получается, это был боксер и... Ладно, солдат. Ну, другой солдат имеет цвета. Я хочу сейчас попробовать качнуться немножечко. Пойдемте в Hexen, перед тем, как сохранимся. Итак, 7. 7 камушков. 7 камушков это неплохо. Сису, извините. Что? The War. Bloodlast. Warcry. Escape plan. Diplomacy. Diplomacy, это, скорее всего, тоже поможет договориться. Давайте изучим. Weaponcraft. Крафтить оружие. Trapcraft. Тоже неплохо. Для этого мы, видимо, и насобирали детали. Нажимные пластины. Короткое замыкание. Но коротким замыканием у нас обладает, кстати, Abel. Ну, опять же, пока она у нас в пати. Если ее не будет, то я даже не знаю. Range Toss. А, вот ее как раз ветка скиллов, да? А, то, что вы говорили, что можно для открытия двери использовать Range Toss. Вы видели предыдущие серии? Я это уже делал. То есть, да, оно... Как бы фишка в том, что метание ключа, оно дает больший урон. Да, но это, знаете, на каждую дверь пробовать метание ключа. Это пойти в инвентарь, одеть ей ключ, чтобы она его метнула. Потом нужно, чтобы одеть ей какое-то другое оружие или, опять же, подобрать ключ. Короче, честно говоря, да, это, возможно, действие, но на заманаешься. Это должна быть дверь, которая этого будет стоить, чтобы так стараться. Короче, смотрите, это на пушке, это на ловушке, а это... Убеждение... Подбор замков... Ну, короче, взлом замков. Я понял. А тут Warcry, Bloodlast. Это на варвара на какого-то... Так, хорошо, тут у нас что? Flash Puppetry. Я понял, что это такое, я теперь думаю, как это можно применить. Допустим, в бою ты можешь просто захватить противника или же... Agility. Так, гниение. Вот это вот... Так, ладно. Крысы, кстати, да! Я время от времени не вижу крыс, они от меня убегают. Оказывается, это, наверное, не просто так. Так, Defense. Ой, погодите, шипастая корона, это же из первой части вот эта вот корона, инверсия короны. Погодите, ладно. Кровавый меч. Голова с плеч. Mind Kapas, и плюс 25. Это хороший скилл. Интересно, это на одного или всех? Открыть ауру. Неплохо. Читать мысли. Золотые врата. Не знаю. Так. Магическая защита. Феромоны. Вот, любовный шепот. И исцеляющий шепот. Любовный шепот, исцеляющий шепот. Нам сюда. А это я не могу прокачать, потому что мне нужно... Ага, я понял. И дойти я туда тоже не смогу. Мне нужно развить привязанность... Наверное... Ну, я не знаю. То есть, каким образом открывается базовое... Ай, вы мне сейчас опять будете писать. Но я же говорил, там написано, блин, во второй серии, в третьей строчке было написано. Ребят, да, может вы и писали, но я спрашиваю сейчас. Как открываются базовые умения? Это нужно увеличивать привязанность к богам. То есть, получается... Ну, как прокачивать, это понятно. Но как открыть именно базу... Видите, оно у меня не открывается. А вот, когда я говорю вот это... Оно говорит, нужно вот это. Причем, смотрите, можно дойти... Вот, вот, вот. По любой из этих веток. Можно в ту сторону идти или в эту сторону. Короче, как мне... Вот у меня бог... Этого... Ференхангер. Голода и страха. И от него идет... Это потому, что я привязался к нему? Потому, что я усилил... А, погодите, нет. Хартина у меня есть с самого начала. Значит, это просто склонность моего мага. То, что он поклоняется этому богу. Окей, все, с этим я разобрался. Как получилось вот это? И как так? Танец Махабра. Кровавая жертва. Извините, что? Я понял. Это я не знаю, что такое. Ингрейд. Похоронить травму. Команды и... Вперед. Так. Агилити, атака, дефенс. Я могу, кстати, все это сейчас скачнуть. Вот реально у меня пять штук. Я могу сейчас сюда зафигачить. Но, из магии я могу с вами согласиться, что мне, пожалуй, бы вот хилочку дойти до хилочки. Это, скорее всего, вот Healing Whispers и Loving Whispers. Если я правильно помню, из первой части эти две способности. Одна лечит одного человека, на которого ты указываешь. А вторая лечит массово всю пати. Ну, и логично предположить, что Loving это будет на одного. А Healing это будет на всех. Окей. Вот этот вот глаз Саурона. Надо будет попробовать привязанность развить к вот этому вот поклонению. Или же мне нужна прям какая-то физическая штука. Какой-то большой камень душ. Черт. Короче, ребят, я собирался прокачаться и нашел то, что мне надо. Ну, толкнулся так. Открыть ауру мне нужно вот это. Ну, видите, оно... Беда, печаль. Хорошо, я уверен, что я могу вот эти открывать. Уверен, что могу вот эти открывать. Я бы, на самом деле... Вот сюда вот, в атаку Defense пошел. Можно, кстати, пойти... Lockpicking. Чтобы каждый раз не манаться с дверями. Давайте попробуем. Что там перед ним идет? Persever. Видите, Lesser Soul, малая душа. Значит, должна быть какая-то большая душа. Для... Я же, когда убиваю персонажей, я же поглощаю великие души, правильно? Правильно. А Pocket Cat'у я продаю только голову. То есть, великая душа все равно остается у меня. Как мне ее применить? Я ее не скрафтил как-то этот камень? Я не знаю, как мне... А, у меня такое ощущение, что ответ прямо на поверхности. А, кстати, насчет на поверхности. Про ту лошадь, которую я двигал, и про то, что ею нужно было проломить пол. Я, на самом деле, подумал, что это были две разных вещи, не связанные друг с другом. Во-первых. Во-вторых, я понимаю, что бюст каменный, вот этот вот фарфоровый с лошади, он тяжелый. Но, блин, когда по продавленному полу топчутся три человека, мне кажется, вес соответствующий. Оно могло проломиться. Или оно просто универсально сделано, что туда именно то, что надо притащить. Ладно, забейте. Да, насчет Persuade и... Вот. На Lockpicking. Пойдем на Lockpicking. Что у нас там дальше? Escape Plan. Я так думаю, что план побега, когда ты пытаешься сбежать из боя, и у тебя не получается сбежать, если применить вот эту штуку, то или возможность побега увеличивается, или в принципе она становится стопроцентной. Не уверен, просто мои догадки, пишите, правильно или нет. Дипломатия. Я так думаю, что это возможность убедить кого угодно в чем угодно. Я думаю, что это будет работать кроме тех случаев, когда я дерусь с животными, кроме тех случаев, когда там какие-то боссы максимальные, хотя, может быть, их можно... Помните, в первой части можно было убедить босса просто заговорить его, чтобы он продолжал говорить, какой он крутой, а ты его просто бил. Если что, это не спойлеры. Вот. И да, если что, первую часть я не бросил проходить. У нас просто пауза. Warcry, Bloodlast... Сису. Ну-ну. Короче, ребят. Смотрите, у меня остается еще пять душ. Я еще одну голову отпилил. У меня будет шесть душ. Но проблема в другом. Я получаю доступ к Хексону, только сохраняясь. То есть, даже не только сохраняясь. Каждый раз, когда я ложусь спать, проходит часть дня. Даже если я не сплю, вот это для меня оказалось большим открытием. И поэтому доступ к Хексону, по идее, тоже проблематичен. Скажите мне, пожалуйста, где я туплю, где я торможу. Как мне развить привязанность? Опять же, это она развивается мелочком, развивается привязанность. Или же мне нужно все-таки какую-то великую душу сюда грохнуть. И как это сделать, если я хочу это сделать? Мне нужно вот это. Вот эти две вещи мне нужны обязательно. По крайней мере, идти к ним недолго. Тут раз, два, три. Для этого нужно три душонки придержать. Как это цинично звучит, а? Хорошо. Gun Proficiency, Gunslinger, Executioner и Marksmanship. Это хорошо для Леви, но я не уверен, сколько времени Леви у нас пробует в команде. И как это все будет. Хотя стреляет он на самом деле неплохо. Должен признать. Диагностика. Погодите, а диагностика это не докторский скилл, который был в демке, когда я играл за доктора. Порваешь диагностику и ты знаешь, как лучше бить врага. И потом наносишь ему там то ли двойную урон, то ли что-то. Погодите, это неплохая штука. Медицинский сбор органов. Вот, это веточка доктора. Или у него был Precision Stance. Вот это я не помню. Magna Medicinal и Analyze. Или же у него вообще было Analyze. Погодите, погодите. Ну, просто скилл был очень крут. По-моему, у него как раз вот это вот было. Ну, до него идти. Раз, два, три, четыре. Не очень. Ну, далеко я понимаю, что он хорош. Очень много чего интересного. Хочется все это попробовать, пощупать. Но, блин. Медитация. Большая медитация. Это вы говорили, это для улучшения ревов при Гарде. Ну, то есть, оно неплохо, но не настолько. Кража. Блин. Блин, а кража это тема, кстати. Угрожать. Это намерение убийства и... Эксплоузив. Взрывча. Давайте, как минимум, наверное, кражу. А почему? А почему? Не могу кражу. Хотя, вроде как, и верхний, и нижний. Ну, нижний, по-моему, автоматически у нас... Я сюда должен как-то дойти. Диагностика. Можно пойти будет сюда, потом наверх. Короче, ладно, ребятушки. На этом давайте Хексом закруглять. Пойдем сохранимся. Пожалуйста, напишите мне, как дойти до Хилки. Если писали уже раньше, извините. Я, возможно, провтыкал. Серьезно. Тут проблема даже не в том, что я могу что-то забыть. Вы очень активно смотрите эту игру, очень много комментов оставляете. Скажут, что распати меняется и меняется. Поехали. Вот. И все это количество информации не всегда удается поглотить адекватно, так скажем. Все, поехали дальше. Попробуем немножечко сегодня пофайтиться. Тут пока скучно. Пойдемте на паузе туда дойдем. Так. На самом деле хотел зайти, скупиться немножечко и потом передумал. Мне тут надо бы моих подлечить немного. Они, кстати, рассудком скоро тронутся потихонечку. Я бы, наверное, знаете что. У меня два микса есть. Давайте я, наверное, Беллу подлечу. Да, это фулка и зайдет. Просто я боюсь, что в бою ее грохнут там с первого раза или что-то такое и прям будет больно. Потом 85-65. 65 мне тоже не нравится, но я поберегусь. У меня пока что две хилки. Ну, типа вот эта, которая плюс 80. И вот эта, которая плюс 75. У меня было 45 хпшек. Я где-то 20 хпшек никуда выкинул, да? Ладно, хорошо. Ну, в любом случае я еще пока не сохраняюсь. Так что это... Поехали, пощупаем, что там будет дальше. Потом посмотрим. Ну что ж, ребят, я сюда пришел, в эту комнатку. Кстати, нарисовал эту фигню, но кружок не среагировал. Да, я знаю, мои проблемы и заморочки. Я тут нашел, кстати, рецепты 15 века. Тут можно поспать, отдохнуть, если что. Я тут зачистил всех Бобби по пути. Один мне надавал немножечко по башке, но один раз ударил. Но я солдата вылечил. Использовал голубой. А один из них дал мне синюю зельку. Так что, в принципе, неплохо разошлись. Я вот что думаю. Туда дальше, к стрелку, я пока что идти не хочу. Потому что... Там ну нафиг. Из любого из вот этих гробов оно тоже может выпрыгнуть, да? Пойдемте. Нет, стой, назад. Мусорный ящик. Ну, вот он. Фонарик, хорошо. Из Бобби, кстати, дают по 3 шиллинга. Тут тоже гробы. Теперь я их везде вижу. Твою за ногу. А как? А что? Ну, хорошо. Сейчас я себя чувствую немножечко увереннее. Если что, наверное, можно будет пойти сохраниться вон там. О, маслечко дали. Кусочек тряпочки. Вообще супер. Так. Давайте попробуем. Спасибо. Моя удача. Причем то, что я открыл не на записи, открылось нормально. Там было две бутылки алкоголя. Но как только я включил запись, игра такая... Да, чувак, конечно, чувак. С другой стороны. Ну, почему вы не можете выломать эту деревянную дверь? Ладно, к черту. Пойдем сейчас немножечко тут полазим. Тут, кстати, ничего нету, кроме телеги. У нас, получается, какая третья вылазка в город? Начинаю чувствовать себя голодной. К черту, давайте мы их... Тут в каждой пачке их по два будет, да? Будет... Весело, говорили они. Мне, кстати, поражает, как деваха в инвалидной чертовой коляске. О, убили одну. Хорошо. Вообще ни разу не уступает по дэмэджу. Не надо, не перди на меня! Ну, не надо! Сраное заражение повесили. Я сейчас не буду его лечить. Я сначала... А, их, в принципе, было две. Вот, я понял. Хорошо. Тогда зеленую травку, пожалуйста. А то он подохнет. А он и так от Герыча подохнет когда-нибудь. Но мне желательно, чтобы он еще немножечко продержался. Так, у этих тварей голову пилить можно? Нет? Ничего ценного. Мне кажется, что оно дергается. Мне кажется или оно дергается? У них можно отпиливать голову. Отлично. Значит, они засчитаются мне как за эти... Эти осколочки. Хорошо. Любая вещь, у которой можно спилить голову, теперь является моей законной целью. Причем, у тебя собаки возле бункера... Там нажимаешь отпилить голову, а они говорят, у собаки нету головы. Ну, типа, делай с этим что хочешь. Живи теперь с этим. Тут на меня сейчас выскочит вот это дикое чмо, да, который будет орать... Дактейп. Погодите, погодите! А это что-то новое? Такого раньше не было. Смотрим, типа, так и вон, закроусте пали. Наверное, он сдохнет на его теле и множественные раны. Его жрут вороны. Вас они внимания не обращают. Ага. А этот обезглавленный. Кто-то его обезглавил. Ну, понятно, погодите. Вот этот проулочек, он... Он куда-то ведет. Маленький ключик. Кстати, рагу прям в контейнере. Неплохо. А вот та комната в библиотеке, которая наверху открыл, там было написано, что, типа, она закрыта простым замком. Хочу ли я вскрыть ее навыком? Я ее вскрыл навыком. Вроде как, она даже не потратила никакой псих... О, мел. Хорошо, я как раз ее не потратил. Никакой психики мне не потратила. То есть, этот навык неплохо работает. Стеклянный стаканчик. Можно же пойти там в вина нагрестись. Кстати. Или я уже нагребся там вина? Блин. Морковка. Красная травка. Отлично. А я здесь не был, получается? Погодите. Или был, или я не помню, или как это все. Зеленая травка. Отлично, только потратил. Грязная туалетная бумага. Фу, блин, выкинет. А ты что делаешь? Белая. Это, видимо, после бумаги отравился там что-нибудь и начало это. А тут тоже все хорошо, я смотрю. Очищающий талисман. Это круто. Лавандер. Можно наискосочек стать. Так, дружище, что с тобой осталось? Взять себе... Так, погодите. Чувак привязан колючей проволокой. А, из него течет какая-то жидкость. Взять... Погодите, сначала инвестигейта расследовать. Проволока выгрызается глубоко в кожу. Человек мертв уже много... Какое-то количество времени определенное. Взять проволоки. Third ring. Погодите, погодите, погодите. Это какой-то артефакт. Попопом. Equip. Accessory. Так. Кольцо с шипами. Дает постоянное отравление. А, я понял. Это как, кстати, в Dark Souls есть такое колечко. Не колечко, там, по-моему. А, эти расходнички. Когда ты его кушаешь, и он тебя медленно травит. Но при этом, это спасает тебя от тяжелых отравлений. Ну, кстати... Не знаю, мне не нравится такой подход. Дверь застряла. Так, это я... Это я лутал. Да. Я этого раньше не видел места. Погодите. Подворотня такая-нибудь... О, стой. А если я наискосок стану? Да. Их можно лутать, значит, таким образом. Черт. Ай, ладно, будем знать. А туда я не могу сейчас пройти никак, да? Ага. Хорошо, хорошо. Интересный тупичок такой. Блин, ну... Зная эту игру, что меня на выходе из тупичка что-то встретит, и вот оно что-то летит. Говно на ножках. Я помню, что оно очень опасное. Ну, мне, по крайней мере, так казалось. О, неплохо. Интересная статуя. Написано для размножения и богатства. Так, начинает голодать. Да, ну нет, нормально на самом деле. Меня больше психика их волнует. Но мы можем лавандерчика дернуть или еще что-нибудь. Обащи. Погодите, обащи я, по-моему, раньше видел. Уж извините, если я что-то где-то запамятовал. Какое-то странное местечко вы не находите. Кстати, вот эта штука, я теперь понял, что... Что топ тебя, блин, что это было? Я не хочу на это смотреть. Иди к черту. Может, за мной сюда не пойдет? Что это было, блин? Что за нафиг? Осенья зелька, очищающий талисман. Мне кажется, вот эти ящики, они явно что-то... Значит. Это сейчас было явно страшно, ребят. Если что. Так, тачка. А тачку отогнать не получится у нас, да? У нас... Лавандерчик. Знаете что? Давайте мы, наверное... Трубка у нас есть. Табак. Вещи. Трубка. Да, есть трубка. Табак кому? Да... Всем троим, наверное. Да. А Белла. Тут все курильщиками сейчас станут, по-моему. С такими нервами. Леви. Так, все. Всем немножечко полегчало табак. Оно такое полусредство, так скажем. Оно не хилит на полную, но и не дает загнуться. Хорошо. Рагу. Нас прям кормят, смотрите. О, а что это за местечко такое? О. Это я, помню, заходил с этой стороны. Мне нужно... Оп. Дактейп. Пойдем туда наверх. Будем осматриваться здесь уже в городе, побольше времени проводить, пытаться. Так, это тут ко мне выбежит, да, эта тварь сейчас? Крыса. Так, ну-ка. Simple lock. Lockpicking, да. Вот, видите, можно открыть lockpicking. То есть, типа, вскрыть. Много стульчиков. Да-да-да-да-да-да, знаем такое. Давайте я убью, наверное. Что уж там, с ней можно голову срезать. Вроде она мне не должна бы ничего такого сделать. Ну, как бы, не должна. Тут любая вещь может тебе что-то сделать. Не работает. Нескосок проверять можно, но не все. Так. Да-да-да-да-да. Теперь, в принципе, многие двери не надо даже выламывать. Это удачно. Так, маленький ключик, спасибо. Это, конечно, неплохо, но... Маслица. Тут ничего. Ну, ну вот тут. Тело в ужасном состоянии. Неизвестно, что с ним случилось. С него даже голову не срежешь. Ну, хорошо, поехали. Давайте мы ее жахнем. По голове сейчас чем-нибудь. И они все ее испугались, да? 200. Вот у нее, скорее всего, вот этот вот скилл насчет крыс, да? Повезло, что она не особо живучая. Ну, блин, бабка на одной ноге. Ничего не находим. Ну, давайте ей голову срежем и пойдем. Слабеет от голода. Черт. Пилы у меня не осталось. Это печаль. Это печальный день. Так, на тебе веганский пирожочек, наверное. Это тоже, наверное, надо покормить. 57 процентов, оно тоже скоро ослабеет. Давайте я ее сейчас покормлю, чтобы у нас не было черная материя. Она меня отравит. Типа, почему она в еде? Ну, хорошо. Гнилое мясо. Пирожочек. На самом деле, можно кормить их, наверное, если достаточное количество белых флаконов, можно их кормить гнилятиной. В принципе, если совесть позволяет, а потом лечить. Так, ладно. Мне... О, большая лечилочка. Хорошо. Мне не нравится, что у меня пилы не осталось. Мне придется запоминать сейчас, где кого я убиваю. Ну, по идее, если сейчас ничего не случится, мы их убьем. Да, минус одно говно. Да ну, ну прекрати. Эй, ниндзя. Так, зеленая трава. Зеленая, зеленая трава. Блин, каждый такой бой приносит мне неприятности. Я могу сделать... Оно лечит 30, а большой лечит 80. То есть, просто так тратить их по 30-точке, это очень расточительно. Я, наверное, еще посмотрю... У него 47 жизней, в принципе, это еще нормально. Так. Ти, твою за ногу. Это чертова засада? Это что было? Вы видели, сколько их-то? Ё-моё. Даже если я отсюда выберусь, мне еще сколько файтов с ним проводить? Не бей меня, тварь! Нет, погоди, рев. Рев, и давай руку. Если получится. Что-то сейчас прям страшно было. Следующий. Что за дикая пати? Иди ты к черту! Охренеть! А, ты еще и мазать будешь! Отлично! Он тоже мажет. Хорошо. Блин. Оно сейчас что-то отрубит. А, убьет к черту просто. Что это за дикая сраная пати, блин, с автодвижом? В прошлый раз было не так. В прошлый раз прибежало одно вот это с молотком и все. Вы что? Так нельзя. А, че ты не сдох? Блин. Ну, понятно. В принципе, после этого. А как с этим бороться? Ёлки-палки! Ладно. Хорошо. Давайте так. Так, головы я поздавал. В принципе, я не так много прогресса потерял за этот раз, что я играл. Я поздавал головы, зарекрутировал себе нового человека, сделал себе кучу камушков, прокачал себе на Хексане пару вещей, которые полезны. Ну, по крайней мере, мне сейчас кажется полезным, потому что открывание дверей и всякое такое. Вот это пройтись еще раз по городу, убить парочку Бобби и это, это все не проблема. Это, ну, то есть не должно занять много времени. У нас сохранение как раз, ну, практически с нужного места. Мы выходим, и мы в городе. Хорошо. Ну, почему? Эта игра постоянно со мной вот так вот поступает. Знаете, как только ты думаешь, что окей, ты теперь морально готов к этому участку, ты приходишь туда, начинаешь пытаться что-то делать, начинаешь такой вот тут пойду, вот там пойду, и случается вот такое говнище. То из гроба на тебя кто-то вылезет, то вот эти трое. Ну, на самом деле, когда вон оно за мной бежало с металлическими звуками, мне не понравилось. Может, его тогда еще убить надо было? Ну, кстати, да, знаете, убегать от проблем, это не вариант их надо решать. Ну, почему их, ну, это же просто нереально. У них дэмэдж, видели, какой у них дэмэдж? Он просто наносит 3-4 удара по 30 каждый. То есть, да, одним промазал, еще 3 прилетело. Даже если у тебя фулл хелф, блин, мало, даже если оно тебя не убьет, у тебя останется 3 жизни, кровотечение, и ты останешься без руки или ноги. Как бороться с этим свинством? Это или как-то, или оглушать, или, ну, там бежать тоже не получилось бы, это получался запертый угол. Это бред какой-то. Так, ладно. А, оно, наверное, сюда прибежало, потому что я пришел на второй день в обед. Ну, вообще, да, чем дольше ты тянешь, тем хуже становится, это тоже логично. Все, ребятушки, основной мой вопрос на сегодня тогда, вот какой, как мне добраться до лечебного шепота, если вы уже об этом писали, извините, если я провтыкал, вот меня это сейчас больше всего интересует. Огромнейшее спасибо за все эти комменты, которые вы пишете, я все стараюсь читать, все стараюсь запоминать. Запоминать стих, получается, хуже, чем все читать, но я читаю все, честно, все. Вот, поэтому все, что вы напишите, будет обязательно прочтено. А чтобы оно лучше усвоилось, я буду, наверное, читать комменты прямо впритык перед записью следующей серии, чтобы не забыть. Все, ребятки, будем на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, добра, всем молодушек, всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok